В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 25 марта в России отмечают День работника культуры. В художественной галерее прошел торжественный прием деятелей искусства. Осторожно, яд! Как уберечь свою собаку от докхантеров? Боинг-Боинг. Саровский драматический театр приглашает на новую комедию. Далее расскажем обо всем подробно. В российских школах отменили ряд противоэпидемических мер. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации. Больше не нужно закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдать социальную дистанцию в местах проведения тестации. Кроме того, учителям теперь не надо разрабатывать разный график начала уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками. Также отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным ковидом. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным, пояснили в ведомстве. Максимальная загрузка летних оздоровительных учреждений увеличена до 100%. 25 марта в России отмечают День работников культуры. Это профессиональный праздник людей творческих профессий и хранителей культурного наследия нашей страны. Каждый год в этот день в художественной галерее проходит торжественный прием сотрудников школ искусств, театра и музеев города. Мы нужны нашей стране, мы нужны людям, которые окружают нас, потому что это мы несем знания, просвещение. В выставочном зале художественной галереи чествовали те, кто активно трудился и продвигал искусство в нашем городе. Здесь собрались все те, кто на протяжении многих лет сохранял, обогащал и передавал будущим поколениям культурные ценности. С приветственным словом к собравшимся обратился глава города Алексей Сафонов. Задачи решать могут и роботы. А остаться человеком можно только с помощью культуры. Очень уважаю вас за ваш труд в отношении наших самых маленьких горожан, которых вы очень трепетно растите, о них заботитесь, ставите на правильный путь, которые с помощью вас будут всю свою жизнь обращаться к своему прошлому опыту детскому и оставаться теми самыми людьми, которых мы на самом деле мечтаем и планируем, что наша страна будет состоять именно из таких хороших людей. Глава города вручил концертмейстеру Дыши Олесе Логиновой почетную грамоту города Сарова. Также благодарственные письма и почетные грамоты Департамента культуры и искусства вручала Елена Рогожникова. С добрыми пожеланиями к присутствующим обратился заместитель председателя городской думы Андрей Немчинов. Я искренне желаю процветания вашей профессии, а вам творческих успехов и вдохновения, профессионального развития и, конечно же, доброго здоровья, благополучия и личного счастья. Спасибо вам за ваш профессионализм и преданность профессии. С праздником! Андрей Сергеевич вручил работникам сферы культуры благодарственные письма городской думы. Саров богат культурными традициями. Для горожан работают несколько учреждений, которые дают большие возможности для самореализации. Для детей и взрослых открыты танцевальные, вокальные и изо-студии. Можно научиться играть на музыкальных инструментах или выступать на сцене. О тех, кто помогает саровчанам реализовать творческие мечты и планы – наш следующий репортаж. Танец – это маленькая жизнь, медленный вальс, танго, пасадобль, самбо-ча-ча-ча. И каждая из них пара должна прожить на паркете, любить, флиртовать, страдать, бросать вызов сопернику. А потому каждый танцор должен обладать актерским мастерством, считает Екатерина Сысоева. Основы такого сложного и одновременно притягательного и завораживающего искусства она преподает своим воспитанникам. Назвать себя строгим педагогом Екатерина не может. Я с годами смягчилась. Да, наверное, сначала я была строгим и требовательным педагогом, но я чувствую, что я не хочу такой дорогой идти, потому что как-то мои ценности поменялись. Я изучаю детскую психологию, подростковую психологию. Я нахожу другие подходы, я нахожу пути к мотивации. Практически вся жизнь Екатерины связана с Центром культуры и искусства. С 11 лет она приходила сюда заниматься танцами, а уже позднее, в 2003 году, снова вернулась в эти стены, но уже как педагог. Многие работники культуры остаются здесь на долгие годы и просто не видят себя в других сферах. Наталья Бойнова пришла в циркис больше 20 лет назад. Есть такая профессия – дарить людям праздник. И вот мое личное мнение, что работник культуры – это человек самоотверженный, который на самом деле любит свою работу и людей, потому что эта сфера предполагает различного рода коммуникации, достучаться до каждого сердца. Найти отклик в сердцах саровчан у культоработников получилось без всяких сомнений. С особой гордостью Наталья вспоминает отраслевой фестиваль игровых программ «Зато всем весело». На фестиваль приехали сотрудники культурно-досуговой сферы из восьми городов. Гран-при фестиваля остался в нашем городе у Центра развития культуры и искусства, рассказала Наталья. Уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников культуры. Люди этой профессии яркие, творческие, увлеченные. Работа в культуре для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и вдохновение. Желаю вам благодарных зрителей, слушателей. А еще хочется пожелать осуществления самых смелых идей и проектов. Канал «16» поздравляет работников сферы культуры с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, счастья и благополучия. Ученик лицея номер 15 Харитон Игнатов стал призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии. Всего по итогам регионального этапа Олимпиады саровские школьники завоевали 15 мест победителей и 70 мест призеров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Федеральная налоговая служба сократила срок получения вычетов. ФНС разослала в налоговую инспекцию внутреннее распоряжение о необходимости закрывать проверки декларации 3НДФЛ до 15 дней. Такая мера призвана ускорить возвраты налогов, пишет Лента.ру. Ранее на проверке по социальным вычетам давалось 3 месяца, еще месяц на перечисление средств. По имущественным вычетам на проверку отводился 1 месяц и 15 дней на зачисление возврата. В ГИС ЖКХ планируется запустить удобные механизмы платежей за коммунальные услуги, голосование, обратные связи. Об этом рассказал замминистра строительства ЖКХ Константин Михайлик. В прошлом году стало известно, что ГИС ЖКХ пройдет существенную трансформацию как с точки зрения технологической, то есть будет изменена архитектура сервиса, так и содержательной, сказал Михайлик. Была принята новая концепция развития продукта, определены сервисы, которые будут доработаны в 2022, 2023 и последующих годах. В Сарове этой весной зафиксировано несколько случаев отравления домашних собак. Животные на прогулке подобрали кусочки мяса, начиненные отравой, таким образом охотятся на домашних любимцев докхантеры. Как защитить свое животное, расскажем в следующем репортаже. Улица Курчатова утром на земле лежит отрава. Такие пищевые ловушки можно встретить в любой части города. Их разбрасывают так называемые докхантеры. Причем в ход идут не только яды, но и предметы, которые могут поранить пищевод и желудок животного. Как правило, проглотив такое угощение, собаки и кошки умирают в муках. У нас часто, особенно если страдает новый район, когда разбрасывают там и не только отраву, там находили мясо с гвоздями, мясо со стеклами. То есть вот это все дело. Там бывает, значит, чаще всего, конечно, я думаю, что раскидывают там, где гуляют с собаками. В большинстве своем. То есть их, где они гуляют с собаками, кидать не будут. Самая надежная защита для собаки, намордник, говорит Светлана Романова. Особенно для маленьких щенков, которые еще не полностью слушаются своего хозяина. Причем намордник обезопасит не только от ловушек докхантеров, но и от ряда серьезных инфекций, распространители которых есть на земле или в мусоре. Приучите ее к наморднику. Ничего страшного в этом не будет, если она на прогулке, у вас будет бегать в наморднике. Каждый раз после прогулки с питомцем важно смотреть за тем, как собака себя ведет. Насторожить владельца могут шаткая походка, слюнотечение, расстройство стула, рвота с кровью, учащенные дыхания или судороги. При отравлении может повышаться температура тела. Если случилось такое, что ваша собака проглотила что-то угрожающее, в первую очередь нужно вызвать рвоту. Для этого нужно использовать соленую воду, раствор перекиси водорода. Если рвоту вызвать удалось, это уже замечательно, как говорится. Дальше, как вариант, можно использовать активированный уголь из расчета, одна таблетка на килограмм веса, энтеросгель, столовая ложка на 10 килограмм веса. Но остальные процедуры уже владельцами, многими владельцами самостоятельно не могут быть проведены. Поэтому по возможности животное нужно доставить в ближайшую клинику или к ветеринарному специалисту. Затягивать с визитом к ветеринару не стоит. В случаях отравлений счет идет на минуты. Если вовремя не сделать укол, собака может погибнуть. Саровский драматический театр представил новый спектакль «Боинг-боинг». Искрометная комедия Марка Камалетти была написана 60 лет назад. Но до сих пор история актуальна. Накануне премьеры наша съемочная группа пообщалась с режиссером Антоном Неробовым. Легко, изящно и смешно Саровский драматический театр представил новый спектакль «Боинг-боинг». Это остроумная комедия положений, легенда французского театра 20 века. Пьеса вошла в книгу рекордов Гиннесса, поставленной более чем в 60 странах мира. Комедия, написанная уже более 60 лет назад, классическая, с тонким французским юмором, не претендующая ни на какие золотые маски и великие награды, а претендующая на хорошее настроение, на улыбку, на смех в зале. Вот на этом мы и ждем наших зрителей. «Боинг-боинг» – комедия о романе молодого парижского ловела со стремя стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и изобретательный жених подстраивает свою жизнь под расписание прилета-отлета всех невест. Возникающее недоразумение приводит к смешным ситуациям. Выход нового спектакля – это не единственная новость, которую хотели поделиться с нами сотрудники театра. В прошлые выходные в наш город приезжала жюри фестиваля премьеры сезона. Театральные критики посмотрели спектакль «Свободный Тибет». Второй год подряд у нас большой успех, творческий успех. Наш спектакль в рамках Нижегородского фестиваля премьеры сезона становится лучше. Мы получаем первую премию. Напомню, в прошлом году это была семья Конвей, там было даже три премии. В этом году мы получили премию за лучший спектакль. Кроме того, Марина Першина побывала на круглом столе для руководителей театров малых городов. Форум проходит в рамках фестиваля «Золотая маска». В течение трех дней участники обсуждали проблемы, которые существуют в театральной сфере, и делились опытом. Принято решение, что, скорее всего, появится ассоциация театров малых городов. И, наверное, это позволит нам как-то более оперативно решать проблемы, которые существуют в России, в театральном мире. Также директор поделилась планами театра на будущее. Совсем скоро начнется работа над «Драконом» Евгения Шварца. Но, скорее всего, новый спектакль зрители увидят в сентябре на открытии сезона. В библиотеке имени Пушкина открылась неделя детской книги. Она приурочена к весенним каникулам. Каждый будний день до 31 марта сотрудники Пушкинки проводят для детей интерактивные программы и рассказывают об удивительном мире детской литературы. Целая толпа ребят собралась в фойе детской библиотеки имени Пушкина в первый день весенних каникул. В ожидании торжественного открытия недели детской и юношеской книги сотрудники библиотеки знакомились с юными читателями и играли с ними в подвижные игры. Так шумно и весело здесь не было все два года коронавирусных ограничений. Сегодня действительно особенный день еще и потому, что неделю детской книги мы открываем в канун юбилея библиотеки. И поэтому этот день и эта неделя детской книги мы приведем ее, отметим вместе с нашими любимыми читателями. И все, что мы будем делать в эту неделю, это наш творческий подарок для них в честь юбилея. На открытии с музыкальным подарком выступила постоянная читательница библиотеки. Алиса Косицына буквально выросла в стенах Пушкинки и до сих пор активно участвует в конкурсах, различных мероприятиях и праздниках. Я сюда пришла, потому что я хотела подарить ему песню «Фантазия» из Маши и Медведь, песню юного художника. Я люблю эту библиотеку, тут работают очень хорошие люди, в том числе и моя бабушка тут работала. Библиотекари организовали командную работу по четырем площадкам. На литературной заваленке «Жила-была сказка» ребята знакомились с героями русских народных сказок и их волшебными предметами. Делали сказочную карту России, попробовали себя в роли верстальщика. Также читатели узнали, как в сказках отразились традиции народа. Одним словом, без новых знаний и хорошего настроения из библиотеки не ушел никто. Это очень интересно, узнать, путешествовать по сказкам, вспомнить свое прошлое, библиотеку читать немножечко. По 31 марта детская библиотека имени Пушкина ждет юных читателей на мероприятия в дни школьных каникул ежедневно в 14 часов, кроме воскресных дней. Мероприятия проходят во всех структурных подразделениях Пушкинки. Информация по телефону 917-35. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин